День работника культуры Сейчас мы собираемся в ДК Приокском, все работники сферы, мы поговорим о достигнутых результатах за год, мы пообщаемся, просто проведем приятное время, потому что так мало мы видимся и так мало мы общаемся друг с другом, потому что в основном мы, конечно, создаем атмосферу, мы создаем праздник, праздники для других, и так мало времени остается для себя. Сегодня мы будем честовать самых лучших в сфере, будут вручены награды не только от управления культурой, но и от правительства нашей области, от областной думы, городской думы. Так что сегодня мы говорим спасибо всем работникам культуры. Приятное вам времяпрепровождение. Вот скажите, пожалуйста, сколько всего работников культуры в нашем городе? В нашей сфере работает 1802 специалиста. В этом году к нам пришло 24 молодых специалиста, а всего в сфере работают 63 молодых специалиста. Мы их стараемся поддерживать, мы их стараемся привлекать в нашу сферу. В основном это выпускники школ искусств, которые приходят после окончания специальных учебных заведений, к нам возвращаются, и это приятно. А вот скажите мне, пожалуйста, Евгения Сергеевна, вот ответьте на такой вопрос. Вот для того, чтобы быть работником культуры, да, поднимать людям настроение, устраивать какие-то праздники, но это, наверное, нужно, чтобы свое настроение тоже всегда было на уровне. Как вы вот этого добиваетесь? Ну, начнем с того, что я сегодня пришла к вам в таком ярком цвете, потому что если в душе не будет весны, если в душе не будет света, это сложно передать вот это настроение другим людям. Поэтому прежде всего работник культуры должен быть оптимистом, верить в самое хорошее, в самое лучшее, и только так мы можем создавать настроение и праздник другим людям. Замечательно, спасибо за совет. Такие люди в сфере у нас и работают. То есть если человек сам в себе пессимист, наверное, не очень. Ну, вы знаете, не то, что… Нет, но они, как правило, уходят из сферы, потому что остаются люди, которые верны профессии, которые любят эту профессию и готовы, может быть, не за такие большие деньги работать в нашей сфере. Поэтому остаются единицы, но они самые-самые преданные этой профессии. А вот скажите, пожалуйста, как я почему-то всегда люблю говорить, мы живем в 21 веке, да, и 21 век – это когда все меняется, когда все усовершенствуется. Вот в плане проведения каких-то мероприятий культурных, да, наверное, тоже есть какие-то нововведения, усовершенствования, что-то необычное? Конечно, мы стараемся шагать в ногу со временем, стараемся, конечно, использовать новые средства общения. Это интернет, это внимание большое нашему сайту, где мы стараемся размещать свою информацию о предыдущих событиях, поделиться какими-то новостями. И мы стали прислушиваться к нашему общественному мнению, скажем так. При управлении создан общественный совет, в который вошли представители разных профессий. Это и бизнесмены, и представители творческих союзов нашего города, порой даже, скажем так, крайне радикальных. Но в каком ключе? Нам нужно их слышать, нам нужно с ними общаться. Потому что идеи, которые мы получаем от них, даже порой, буквально несколько дней состоялось в подведении творческих проектов, и очень бурно мы подводили итоги. Но при этом столько мы получили идей, столько мы получили каких-то направлений для развития сферы, я думаю, что в споре рождается истина. Поэтому, конечно, мы поддерживаем общественные инициативы. Вот буквально в этом году такие проекты, как праздник двора, спартакиады дворовых команд, парад Дедов Морозов, флешмоб, где приняли участие 400 человек. При этом никого мы специально не приглашали, а дали клич, давайте сделаем что-то интересное для нашего города. И люди откликнулись. И вот именно эти инициативы так важны для развития сферы. Конечно, мы привлекаем, у нас много интересных объединений исторического танца. Белый бал, губернский бал, возрождение. Такие люди, которые собираются просто в свободное время от работы и танцуют. И совместно с такими направлениями, конечно, мы обязательно их вставляем в программу, включаем в программу, которая проводится и ко Дню города, и новогодние праздники они нам помогают проводить. Мы стараемся откликаться на все инициативы. Вот буквально несколько дней тому назад ко мне приходила инициативная группа по проведению фестиваля искусств во главе с Левтиной Ефремовой, вот арт-лужайка. Мы стараемся их слышать и стараемся по мере сил помогать нашей молодежи, потому что, понимая, есть идея, но нет финансовой помощи, да, мы готовы ее предоставить. Может быть, не в том объеме, но будем помогать, будем слышать, потому что только так мы будем развиваться. Но это важно, чтобы культурные мероприятия, они были не только культурные, но еще и интересные. Конечно, конечно. Поэтому мы будем стараться сделать наши мероприятия интересными. И я думаю, когда будут услышаны все направления, как бы сферы культуры, не только вот мы показали концерт и разошлись, мы заинтересованы, чтобы культура вышла в город, вышла на улицу. Вот такие фестивали уличные, какие-то концертные площадки, дворовые концерты, которые объединяют людей, и они видят нашу сферу, они видят эту работу. Вот скажите, пожалуйста, материально-техническая база как-то развивается? Да, развивается. В этом году для сферы выделено много помещений. Это впервые такое внимание культуре. Хочу сказать, что буквально тысяча квадратных метров выделено для музея путешественников на улице Почтовой для создания музейного центра. Также впервые получили помещение дополнительно наша хоровая музыкальная школа, которая 45 лет находилась по соседству 44-й школы. Конечно, это достижение. Может быть, не в таком большом объеме, но для нас это большое событие. И планируется открытие двух досуговых центров в этом году, к сентябре этого месяца. Это в нашем поселке Строитель, культурно-досуговый центр вдохновения. И после ремонта мы планируем открыть бывший клуб офицеров в Дягилево. Поэтому такие события нас ждут в этом году. А вот скажите, как быть с молодежью? У меня, например, складывается такое впечатление, что предпочитают многие дети. Либо учатся очень сильно, грузят в школе, либо они сидят и играются в компьютеры. Вот как вы считаете? Ну, здесь я не соглашусь. Молодых людей у нас очень много. Ну, в основном приходят. Конечно, у нас такое профессиональное образование в школах искусств. Но есть библиотеки, которые тоже стараются найти новые формы работы, привлекать интернетом, зоной Wi-Fi, какими-то усовершенствованием. Вот проект «Мобильная библиотека» у нас в городской библиотеке имени Есейна стартовал проект в сентябре. Тоже интересные такие находки стараются не только функцией книговыдачи заниматься, а привлекать детей, привлекать молодых людей для общения, для каких-то проектов. Вот в большинство досуговую сферу выходит. Библиотека становится центром. Центром не только, скажем так, для детей и школьников, но центром для молодежи. Есть у нас куда развиваться, я не говорю, что у нас так все хорошо. Конечно, у нас есть проблемы. Конечно, мы эти проблемы знаем. Но нужно верить в лучшее. И я думаю, что все эти проблемы мы решим. Скажите, пожалуйста, за прошедший год сколько мероприятий культурных? В этом году у нас для культуры был такой урожайный год. У нас, во-первых, прошел 2014 год, это Всероссийский год культуры. Это 700-летие преподобного Сергия Радонежского. Это 100-летие Первой мировой войны. И, конечно, был год, тематический год объявлен в городе. Это год Содружества национальных культур. Многие общественные объединения мы узнали. И мы подружились с ними. И этот год, как бы так активно мы занимались нашими общественными национальными объединениями, мы стараемся это продолжить и в этом году. Мы стараемся быть открытыми для общения. И все любые какие-то интересные проекты мы все поддерживаем. Поэтому год, в течение года мы провели 8067 массовых мероприятий. Не только концертных, концертного плана. Но это были мероприятия как локальные, так и массовые на территории всего города. Так что наши учреждения культуры работают отлично. Вот еще в преддверии Дня Победы, 70-летия, да? Победы. Раскройте какие-нибудь тайны? Или рано еще? Знаете, план уже сформирован. По 70-летию идет активная работа. Идет активная работа по разным направлениям. Начиная от благоустройства, заканчивая массовыми мероприятиями. Будет красиво оформлен город. Хочу просто раскрывать секрет. Будет оформлен город очень красиво. Будут придуманы инсталляции на протяжении шествия колонн, которые всегда стартуют с Площади Победы до Площади Ленина. В Ленина будет инсталляция полуторка, зенитка, линия обороны, в которой примут участие и волонтеры, и школьники, и курсанты. Очень много мероприятий запланировано. Около 94-х мероприятий пройдут только с 1 по 9 мая. Хочу остановиться на таких интересных новых проектах, как Бал Победы, который пройдет 6 мая на улице Почтовой. Пройдут интересные проекты. Мы помним песни Победы с молодежной администрацией совместно. Пройдут какие-то акции, солдатский платок, георгиевская ленточка, солдатская каша, народные победы, много-многое другое. Они уже готовы и они уже начали работать. Поэтому всю необходимую информацию можно получить на нашем сайте в Управлении культуры. И хочу сказать, что там не только будет информация, которая пройдет в городе, там будет подробный отчет, что сделано. Вот каждый день будет отчет, своеобразный фотоотчет о проделанной работе. Ну что ж, спасибо вам, Евгения Сергеевна, за вашу работу. С праздником вас еще раз. Нашим телезрителям напомню, что в гостях у меня сегодня была Евгения Власова, начальник управления культуры администрации города. Это программа подробностей. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова